Права русская пословица. Беда одна не ходит. Бедный Фёдор Михайлович не успел жену похоронить, теперь брат. Да ещё и кругом в долгах. За квартиру платить нечего. Вещи красновчикам носят. В 44 года известный писатель Фёдор Михайлович Достоевский был не только одинок и беден, как церковная мышь. Был у него ещё и кабальный договор с издателем Стиловским, который держал писателя в шаге от долговой тюрьмы. Был и врождённый недуг, эпилепсия, одержимость игрой в рулетку и знание жизни с её самой неприглядной стороны. В таких обстоятельствах осенью 1866 года он и встретил свою судьбу, свою Анну. Я Сниткина. Анна Григорьевна. Мне, господину Достоевскому. Я Достоевский. Прошу вас. 19-летнюю Анну Сниткину, как лучшую ученицу курсов стенографисток, Достоевскому порекомендовали. Издатель Стиловский поставил писателю жёсткое условие. Он должен был написать новый роман-игрок в невероятный срок, всего за 26 дней. И Фёдор Михайлович остро нуждался в помощнице. Анна же была заочно влюблена в него, как в талантливого писателя. Она пришла в его квартиру. Первое впечатление, как она потом сама говорила, у неё было тяжёлое. То есть ей с первого взгляда Достоевский не показался счастливым таким человеком. Наоборот, она увидела что-то в нём болезненное. Но работа у них заладилась, и романы не закончили в срок. После, с помощью Анны, Достоевский успел дописать начатый ещё до игрока психологический роман «Преступление и наказание». А в начале 1867-го сделал ей предложение. Несмотря на разницу в возрасте 25 лет, Анна сразу согласилась. Она его полюбила не только за муки и огромный талант, но и за удивительную почти детскую открытость. А вы были когда-нибудь счастливы, Анна Григорьевна? Очень была, Фёдор Михайлович. Когда Ольхин меня из всех учеников к вам выбрал, я от счастья всю ночь не спала. А наутро-то я вас и огорошил. Но брак этот мог продлиться совсем недолго. После смерти старшего брата Михаила Достоевский не только содержал вдову, детей брата, но и сына своей первой жены. И родственники мужа Анну ни во что не ставили. При этом откровенно пользовались безотказностью писателя. В конце концов, Анна поняла, что спасти мужа и их брак сможет только срочный отъезд за границу. Они уедут из России в Европу на 4 года. Там Достоевский напишет свой роман «Идиот» и приступит к новому произведению – «Бесы». Тогда же Анна Григорьевна столкнётся с игровой зависимостью своего мужа. И поймёт, что всё, что он написал во время их первой совместной работы, он писал про себя. Это был угар, можно сказать. Потому что он шёл играть, потом он возвращался, он просил у неё деньги. Ей там были последние деньги, закладывал и их вещи, и кольца, и её драгоценности, серьги. Он так их потом и не выкупил. И он никак не мог остановиться. Европейское путешествие осложняли и эпилептические припадки Достоевского. Но самым трагическим испытанием для супругов станет даже не это. В 1868 году в Женеве они потеряют своего первого ребёнка. Дочка Сонечка скончается от простуды, не прожив и трёх месяцев. Потом в своих воспоминаниях, своё горе сама Анна опишет скопо. А Достоевский с её слов будет рыдать, стоя перед остывшим телом своей малышки. Второй раз такое же горе супруги переживут уже, когда вернутся в Россию. В 1875 году скончается их младший сын Алёша. Алексей задохнулся в одном из припадков эпилепсии. Он наследовал от Фёдора Михайловича. И Фёдор Михайлович очень считал себя несчастным и видел свою даже вину в том, что он передал сыну эту болезнь. Даже поехал Фёдор Михайлович в Оптину пустыню за утешением к старцу Амвросию. И один раз Фёдор Михайлович там с ним говорил о прелюдях, а два раза наедине. Те слова, которые старец Амвросий передаст через него в утешение Ане Григорьевне, Достоевский включит в одно из лучших своих произведений, которое посвятит жене. В романе «Братья Карамазовы» их произнесёт старец Зосима, утешая плачущую бабу, потерявшую ребёнка. Параллели с собственной жизнью будут во всех произведениях Фёдора Михайловича. Не утешайся и плачь. Только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов божьих. Почти со всеми своими бедами они справятся. После возвращения в Россию Фёдор Михайлович навсегда бросит рулетку. Они воспитают и вырастят дочь Любу и сына Фёдора. Анна Григорьевна возьмёт денежные дела в свои руки и вытащит Достоевского из всех долгов. Продолжит помогать мужу с написанием книг. За 14 лет совместной жизни с ней он создаст и выпустит свои лучшие произведения. А семья станет для него тихой гаванью. Тоскуй, ангел мой, тоскуй во всех отношениях обо мне. Значит, любишь. Это мне слаще мёду. Приеду, зацелую тебя. Он и умрёт у неё на руках в неполные 60 лет от скоротечной болезни. Анна станет удовой в 35, но даже не допустит мысли о том, чтобы ещё раз составить своё личное счастье. Её спрашивали, что Анна Григорьевна, вы же ещё молодая женщина, почему же вы не выходите замуж? А она отвечала, что за кого же после Достоевского можно выйти замуж, если только за Льва Толстого, но ведь он уже женат. То есть она вот уровень его очень чувствовала, его гениальность, она в неё видела, верила, и поэтому для неё всё остальное это было уже мельче и ниже. Анна Григорьевна Достоевская сохранит верность умершему мужу не только в личной жизни, но и в творческой. Всю жизнь будет собирать его архивы, письма, дневниковые записи, издаст всё то, что ещё не было издано при жизни писателя. Станет инициатором открытия Литературного музея Фёдора Михайловича. А в конце жизни в воспоминаниях о своём дорогом супруге напишет так. «Памяти его принадлежу, его работе, его детям, его внукам. И всё, что хоть отчасти его, моё целиком. И нет и не было для меня ничего вне этого служения». Субтитры подогнал «Симон»